посмотрите какие они огроменные это что-то вы просто не поверите куда мы попали здесь такие горы приходится преодолевать чтоб проехать что в нашем лагере появилась уже палатка к супу не подходи я тоже голодная а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Роснулись мы. Сегодня у нас всю ночь шум волн. Красота. Сейчас еще иду умываться. Понятно, все утренние процедуры делать. Ночка у нас была, конечно, очень интересная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром начали люди подтягиваться на пляж. Ну, потому что такая очень удобная для купания бухта. Все рядом. Наши собаки всю ночь лаяли, чтобы вы понимали, почему. Потому что здесь лисы ходят. И они постоянно охраняли палатку. Утром решила охладиться в море. Волны тоже хорошие. Сегодня очень долго мы ночью разговаривали. Смотрели на звездное небо. Все обсуждали. Да, волны сильные. Фух. Это с утра как закалка. Отлично. Чтобы взбодриться. Я, кстати, первая из нас троих пошла купаться. Так окатывает волны. Я только зашла, меня бамс волна с головой просто накрыла. Мишечка. Малышу мы уже искупали. Поэтому настала пора Мишке. Окунуться, охладиться. Мишочек, будешь купаться? Да у тебя выбора нет. Пойдешь туда? Пойдешь туда? Да, стихию такую. Добрейшая собачка. Ка ласковая. Сейчас будем готовить завтрак. Так как вчера в темноте уже тяжело было мыть посуду. Родители сегодня моют море посуду. Просто споласкивают с помощью песка. Говорят, раньше всегда посуду мыли в путешествиях с помощью песка. Все оттирали. Не тряпками, не средствами, а с помощью песка. Так смешно, что в море моем. Ну мы трясемся, как осиновый листик. На улице тепло. Мясо цыпленка в собственном соку. Будем делать... А что у нас будет? Гречка будет с мясом. Отлично. Это у нас завтрак будет такой. Кобачки тоже уже хотят кушать, да? Мы же уже хотим кушать, проголодались. Вот посмотрим, что это у нас срепленное. Все ночи ходили на промыслы только собаки. И лаяли еще. По идее у меня еще пятерка там. А, ну хорошо тогда. Все в ожидании. Когда же они будут кушать? А мало, наверное, вот этих будет? Да, сейчас добавлю. Или сначала это, да? Я добавлю. Посмотрим, мы ни разу цикл не покупали. Крылышко попалось. Ничего себе интересного, да? Ну да, не брали. Куски, нет? Ну такой, знаешь. Не очень. Не очень. Ну что, да, кусочки мелочи какие-то всякие. Ничего, нормально. Все хорошо. Вкусненько так. На свежем воздухе. Мне кажется, любая пища вкусная будет. Тушенка разварилась, одни косточки пополняются. Такая походная пища всегда вкусна. На свежем воздухе. Сейчас жарко, уже так печет. Утро оно печет уже. Полотенце накинь себе. Не, нормально, я не сгорю уже. Не, нормально, я не сгорю уже. Обгорело. Я вижу красный. Я так же говорила, когда была в Севастополе. Сейчас я в путешествии, в поездке стала брать с собой ирригатор для чистки зубов, десен, чтобы в дороге можно было хорошо ухаживать за полостью рта. И у меня ирригатор портативный, его очень удобно брать с собой. Пользуюсь я им после еды, вычищаю все трудноступные места между зубами, десны, язык. Особенно это хорошо для тех, у кого брекеты, виниры, коронки. Ирригатор позволяет вычищать полость рта полностью от всяких остатков пищи. Очень удобно. Но это не значит, что я отказываюсь от обычной зубной щетки. Это скорее как хорошее дополнение для того, чтобы заниматься профилактикой от кариеса. Так что ссылку на такой портативный ирригатор я оставлю в описании к этому видео. Я заметила, что все, кто сюда приезжает и заезжает на пляж, они завешивают на машинах номера свои бумажками всякими, масками даже медицинскими. Вот как вы думаете, для чего это все делается? Напишите в комментариях. Пока мы тут с завтрака обедали, люди уже приехали, тоже становятся в этой же буфте с палатками. Прям даже очень много машин, не знаю, буквально метров пять от нас. Что мы будем делать в жару? Особо здесь вокруг смотреть нечего, ну кроме красивых видов, это все понятно. Поэтому мы будем купаться, охлаждаться в море, а уже потом мы поедем дальше. У нас на сегодня еще большая программа. Вот смотрите, на берегу-то есть медузы. Выкинула их штормом. И вот видно, что валяются. Но когда купаешься, их нету. Ну, конечно, немножко не пойму логику людей. Можно было бы стать где-то там на середине, да, например. Особенно, если вам тень нужна, если это свои тенты. Потому что как-то странно, мне кажется, ютиться друг с другом. Ну вот. Потому что бухта огромная, пожалуйста, вставай куда хочешь. Тут я не знаю, сколько еще машин может влезть. Но единственное, сюда же нельзя заезжать на машинах. Есть водоохранная территория, а люди прям подъезжают. И если будет какая-то проверка, вот имейте в виду, здесь можно ездить только по дорогам, специальным по маршрутам, которые отмечены на таких вот столбах. Если вы съезжаете, то, как говорится, пеняете на себя. В случае какой-то проверки могут выписать штраф. Поэтому мы не нарушаем ничего. И все вещи мы притащили к берегу, а машину оставили там, где можно было ее оставить. Это делается для того, чтобы всякие растения не вытаптывались. Чтобы вообще, в принципе, природа не загрязнялась. И, кстати, я хочу отметить, что здесь очень-очень чисто. Прям нигде нет никакого мусора. Все за собой убирают, это очень круто. Я покупалась, пришла в палатку, кофеечек заварила. Казалось бы, да, горячий кофе, на улице жара. Почему я пью не холодный лимонад какой-нибудь, или холодную воду? А вот такой вот парадокс, что в горячую погоду всегда надо пить горячее, чтобы температура выровнялась. Так делают народы Азии. Якобы холодное, оно, наоборот, провоцирует еще большую жажду. Собственно, о чем и речь, друзья. Зачем ездить в заповеднике по пляжу? Хотя бы для того, чтобы не застрять. Сейчас одну машину вытаскивает другая машина. Так что будьте умнее, соблюдайте правила в заповедниках, не нарушайте их и бережно относитесь к природе. Иначе застрянете здесь надолго. Просто пять минут потратите, дойдите вот от берега и до сюда, и все. Не обязательно же прямо на машине подъезжать к морю. Здесь, на территории бухты, есть какой-то колодец. Вообще, на генеральских пляжах написано, что античные колодцы. Глубокие, там есть вода. О! А! Глубокий. Это античный колодец, да. Просто его, скорее всего, когда-то сделали под современный. Веревки, значит, пользуются водой. Не знаю, по идее, я слышала, что могут быть источники здесь, питьевые. Возможно, что он уже засоленный. Но это надо, конечно, проверять, у кого есть ведра, там, какие-нибудь бутылки. А так, неизвестно. Но все равно интересно, что есть такие колодцы около моря. Ну все, мы с этим местом прощаемся. Сейчас собираем вещи свои и поедем в новое место. Ночевка у нас будет уже в другом месте сегодня. Пока купались, родители сказали, что я загорела, даже обгорела. Но я вижу красную. Хотя я специально не загорала. Видимо, может, пока купалась. Вот так вот быстро липнет загар. Хотя я не сказала бы, что я белая. Сейчас вещи понесем в машину. Придется несколько подходов сделать, чтобы отнести все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ехать в следующие бухты, то здесь такой высокий и крутой подъем, что даже не все машины справляются Отсюда не особо видно, а вот с пляжа видно там несколько прям таких уровней Все, мы принесли все наши уже вещи Два раза нам предстояло сходить до пляжа и принести это все Сейчас будем загружаться В этой бухте мы хотим еще посмотреть одно городище интересное Гуси щипят травку Вот такой вот магазинчик в селе Здесь буквально пару улиц и все Подходили к дереву и вот так вот обнимали Здесь такие широкие пустые пляжи Никого нет